Здравствуйте, вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Лишаков, заместитель главного врача Одинцовской областной больницы по родовоспоможению. Здравствуйте, Сергей Викторович. Пригласили мы вас не случайно. Одинцовский родильный дом считается одним из лучших в области. Как вам удается удерживать такую высокую планку и не только удерживать, но и расти, развиваться? Да, действительно, Одинцовский родильный дом входит, ну скажем так, если не брать перинатальный центр, он третий по уровню, по количеству родов. Вот, наверное, пропорционально населению, областному населению. Поэтому, да, роддом второго уровня. В год мы рожаем от двух с половиной до трех тысяч родов. За этот год немножко было снижение количества родов в роддоме произошло, потому что все-таки пандемия вмешалась в этот процесс. Да, часть пациентов, если имелся положительный анализ, они рожали в других учреждениях. Вот, ну и вообще немножко количество беременных немножко снизилось в связи с пандемией. Если говорить о втором уровне, что это такое? Да, роддома в Российской Федерации разделены на три уровня. Первый уровень – это, ну даже не знаю, какой пример привести, это там две койки где-нибудь в приемном бокое. Все роддома – это второго уровня. То есть они оснащены достаточно хорошо организационным оборудованием, детская реанимация, взрослая реанимация, круглосуточная лаборатория, круглосуточная диагностическая служба. Все полностью оснащено, существуют определенные стандарты, они стандарты оснащения, да, и последние, наверное, лет 15 государство очень много уделило вниманию именно родовоспоможению, да, родовые сертификаты, ну именно та часть помощи финансовой помощи учреждениям, да, вот родовые сертификаты, отдельное финансирование отдельных покупок. И уровень учреждений за последние 15 лет, конечно же, очень сильно вырос. И все мы соответствуем определенным стандартам, чтобы получить лицензии, все нужно соблюсти, определенный перечень оборудования, количество персонала, количество ставок, все-все-все-все соответствует современному уровню, второму уровню. Но из-за того, что исторически до того, как перинатальных центров не было в области, да, роддома выполняли все функции и третьего уровня, скажем, да, И поэтому этот родильный дом имеет еще в своем составе, Одинцовский родильный дом имеет в своем составе отделение новорожденных, выхаживание новорожденных второго этапа, чего нет в подавляющей большинстве роддомов, поэтому, потому что он выполнял роль третьего уровня. Поэтому мы, можно сказать, я так в шутку говорю, мы либо 3 с минусом, либо 2 с плюсом. Поэтому уровень учреждений очень хороший, да. Какие услуги сегодня предлагает роддом для будущих мам? Для будущих мам, ну, основное, что можем мы предложить, это, конечно же, роды, вот, и партнерские роды, да. Мы очень сейчас практически, наверное, каждые третьи роды у нас партнерские. Это бесплатно, это по полюсу ОМС, не имеет значения по полюсу ОМС, без полюсу ОМС. Все пациенты, которые поступают, имеют возможность, если соблюдены все меры предосторожности, прийти с партнером на роды, да. Партнером может быть мама, отец, в смысле муж, отец ребенка, доула, какие-то психологи сопровождающие, да. Все, что хочет женщина, она может брать с собой любого сопровождающего. Минимальное количество анализов, в отличие от многих учреждений, мы, ну, то есть, лояльно к этому относимся. Действительно, меньше препонов у нас для партнерских родов. И на сегодня, я еще раз скажу, вот, ну, практически одна треть родов – это семейные роды. То есть, все-таки семьи охотно идут на этот шаг? Да, все больше и больше. Немножко пандемия испугала, да, вот к концу года, как бы, да, ну, многие считали, что, ну, нет посещений, нет свиданий, нет вообще ничего, все закрыто. И, конечно же, даже не спрашивали про это. Но на сегодня, в общем-то, ситуация улучшается, мы видим, да, с коронавирусом. И все больше и больше и больше партнеров хотят быть на родах. Вот. Почему это стало возможным? Потому что мы кардинально изменили, скажем, бытовые условия в родильных залах. Теперь все родзалы у нас, получается, 11 родзалов на сегодня, они все одноместные. То есть, никакого второго человека там нет. Женщина, поступая в родильный дом, в родильный зал, она рожает одна, с партнером. Второго человека там быть не может, второй кровати там нет. И это, конечно, большой плюс. Женщины очень благодарны, особенно те, которые вот второй раз, третий раз рожают в этом же роддоме. Они говорят, да, действительно, это большой плюс. Вот. Площади позволяют, территория позволяет, состояние здания позволяет это сделать. Плюс еще в конце года мы получили желаемое нами оборудование, дооснастили родзалы. В принципе, все оснащено хорошо, современное, современное оборудование. Если говорить об оборудовании, специалистах, имеет ли возможность будущая мама, будущие родители посетить роддом, собственно, до самих родов, посмотреть, как они будут проходить, в каких условиях. Проходят ли у вас дни открытых дверей? Да, да. Это вот на сегодня очень больная тема, потому что год назад я работал в московском, в одном из московских роддомов. Конечно, в дни открытых дверей это было такое событие в роддоме. Женщина, действительно, семья, не только женщина, семья, то есть вместе с мужем они могли прийти в назначенное время, в назначенный час, в конференц-зале поговорить, задать все вопросы и действительно пройтись по роддому. Действительно, сейчас не запрещено это, было не запрещено. На сегодня, к сожалению, вот пандемия, мы ждем, 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 очень с нетерпением ждем, потому что у нас, действительно, вот я говорю, одноместное размещение, есть что показать, но мы ждем отмены этого запрета, скажем, запрета пощения, запрета свиданий. Что мы еще поменяли, что бы мы хотели показать, мы сейчас только онлайн показываем, периодически раз в неделю, два раза в неделю, либо это самостоятельно проводим, либо это интернет-ресурсы, другие к нам приходят, экскурсии проводят. У нас на сегодня размещение после родов, это тоже очень важно, одно-двухместное размещение. Было двух-четырехместное размещение, не очень хорошо все-таки, современный сервис, современный уровень, ну, подразумевает все-таки отдельное пребывание. Вот, поэтому у нас на сегодня, на сегодня у нас, ну, получается, 50 на 50, да, 50 процентов лежат по одной. Вот мы много говорим о том, что пандемия наложила отпечаток, свой отпечаток на деятельность роддома, все-таки какие сохраняются ограничения? Ну, свиданий нет, самое главное, нет посещений, то есть нет посещений родственников, на самом деле санитарные нормы и правила разрешают посещать роддома, при условии, что одноместное размещение, как раз-таки сейчас бы это все было возможно, но, к сожалению, посещения в больницах вообще во всех, они просто запрещены, посещения родственников. Вот это самое главное, самое-то. Все остальное мы, в принципе, работаем и в плановом порядке, и в экстренном порядке, мы госпитализируем пациенток без ограничений, и, в общем-то, за год работы мы не так часто столкнулись с этим, но, может быть, около десятка раз, когда мы действительно переводили пациентку по тяжести состояния именно из-за коронавируса. Все-таки на 2,5 тысячи родов 10-15 человек, ну, не такая большая. Вот чисто так вот в рабочем порядке, ну, не сильно на нас это повлияло. Единственное, было два закрытия роддома по поводу выявления случаев ковида у пациентов и у персонала, дважды закрывался роддом, поэтому в сумме получилось полтора месяца. Вот отсюда, вот это неудобство. Сергей Викторович, ну, безусловно, каким бы оснащенным ни был роддом, какими бы прекрасными ни были стены, все-таки душа любого роддома, это, конечно же, врачи, это специалисты. Вот расскажите о вашем коллективе, о этих людях, которые дарят счастье материнству. Коллектив роддома, я пришел всего полгода назад, а так коллектив роддома, он работает достаточно давно, коллектив опытный, ну, если говорить о категориях, там, у большинства первой, высшей категории, да, и, в общем-то, есть молодежь, особенно среди врачей, акушерки опытные, достаточно опытные, качественная работа. Я полностью уверен за весь персонал, вот именно акушерской службы и послеродовое отделение, это мы наладили службу, все, в общем-то, очень хорошо. У нас появились консультанты по грудному скармливанию, тоже очень важная проблема, ведь я считаю, что роды – это, ну, медицина 50 на 50. Мы должны быть там, мы должны быть на страже, круглосуточное дежурство, всегда экстренная помощь, может понадобиться пациентке, да, но большинство, все же, большинство пациенток – это обычные роды. И от персонала требуется на сегодня, и все это воплощается на сегодня, да, больше такого участия, как бы, да, душевного, скажем, участия, не совсем медицинского, ни укол сделать, ни операцию сделать какую-то, а вот именно общение, поддержка, поддержка семьи, поддержка мужа, поддержка родственников и поддержка персонала в том числе. Ну, поэтому с персоналом у нас все хорошо. Какие сегодня задачи вы ставите перед своим коллективом? Каким видите будущее развития роддома? Ну, вот будущее развития роддома на сегодня конкуренция очень высока среди учреждений, да, в том числе и появившиеся перинатальные центры, но они достаточно давно уже работают, уже скоро 5 лет, как они работают. Конкуренция между учреждениями высока, в том числе и в рамках, скажем так, условий пребывания, да, это немаловажно, да, 50% успеха все-таки это условия пребывания в стационарах. Поэтому на сегодня, в этом году у нас такая задача стоит кардинально, уже получено, ну, как бы, предварительное одобрение со стороны, там, Минздрава, это все финансирование дополнительного требует изменить бытовые условия. Вот самая такая больная проблема у нас на сегодня, бытовые условия, я имею в виду санузлы, душевые, да, и в мае месяце у нас будет проведен такой быстрый ремонт, можно все это сделать, коммуникации здания позволяют это сделать, будет дополнительно оснащено 11 палат, туалетами, душами, это вот, несомненно, улучшит привлекательность учреждения. Но от этого не станут эти палаты платными? Нет, 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 у нас платные услуги занимают, всего лишь, если так, по проценту родов взять, ну, не более, там, 7-10%, и основная, скажем так, девиз наш, да, роды платные, это именно выбор персонала, это не выбор палаты, это не выбор условий, да, кормления какого-то особенного, медикаментов каких-то особенных, шовного материала, вся медицинская помощь, она одинакова оказывается всем, и родзалы, они одинаковые, да, они 7 родзалов, они одноместные, они все предназначены для любых родов, но платные услуги, это именно непосредственно выбор какого-то специалиста, либо врача, либо акушерки, платные услуги только в этом, больше платных услуг нет. Сергей Викторович, Вы в должности руководителя Одинцовского роддома полгода, какие отзывы получаете за это время, вот сейчас от мамочек, довольны ли они теми условиями, которые созданы, теми изменениями, которые произошли? Мы очень продвинули Инстаграм, скажем, да, социальные сети, сейчас без этого никак, наверное, это такой самый важный двигатель, да, это и общение, это и в период пандемии отсутствие очных встреч, это онлайн-экскурсии и все остальное, и там же происходит общение и отрицательные отзывы, и положительные отзывы, да, все это транслируется в Инстаграм, мы очень активно общаемся и стараемся менять ситуацию очень быстро, очень оперативно. Что бы Вы пожелали всем будущим мамам, которые кто-то впервые готовится к встрече со своим малышом, очень переживают, как правильно выбрать роддом, на что нужно обратить внимание, потому что Вы правильно сказали, что конкуренция сейчас высокая, но опять же нужно понимать, насколько далеко находится то или иное лечебное учреждение, вот все-таки в чем плюс именно нашего роддома, и почему наши женщины должны выбрать его? Ну, я считаю, мое мнение, что роды, это я уже, наверное, говорил, что это все-таки естественный процесс, это не совсем медицина, да, и это семейный процесс, да, это участие семьи в этом должно быть, и роддом должен быть близко к дому, роддом все-таки должен быть в шаговой доступности, где-то передачку принести, где-то как только отменятся запреты на посещение, можно будет посещать роддом, и если роддом расположен в 60-100 километрах, тем более, ну, мы живем в такой агломерации, где добраться можно не так быстро, да, добраться в одну сторону, это ладно, ну, родить, да, это ладно, а потом, я имею в виду, выписаться, где-то документы какие-то забрать, где-то что-то подвезти, где-то это, поэтому для удобства, для удобства семьи, все-таки мы вот должны быть семейно ориентированы, роддом должен быть для семьи, для женщины, для семьи. Для этого все условия сегодня есть, у нас короткая госпитализация, у нас короткая госпитализация перед плановым родоразрешением, это очень важно, когда женщина приходит рожать второй, третий, четвертый раз, нужно же оставить где-то семью, да, позаботиться о детях, и когда это короткая госпитализация, это очень приятно семье, очень удобно семье, мама находится близко к семье, быстро выписывается. Клинически мы на сегодня создали все условия, современные условия, все соответствует современным методическим рекомендациям Минздрава России по поводу ведения родов, без всяких сомнений, персонал настроен на это, мы настроены на это, и приходите к нам рожать, мы вас очень ждем. Спасибо, Сергей Викторович, за интересную беседу. Спасибо за приглашение, это всегда полезно, мы хотим рассказать о наших изменениях, спасибо жители Одинцовского округа посмотрят эту передачу и узнают, наверное, что у нас много чего поменялось. И обязательно придут к вам. И обязательно придут к нам. Спасибо вам, вы смотрели программу «Формула здоровья», берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин